5 историй украинских ветеранов Второй мировой, йог, снайпер, летчик, партизан и флаг над Рейхстагом Дмитрий Добрый Еспрессо, Украина 14 мая 2018 года Ситуации сложного жизненного выбора в условиях 1940-х годов мы рассмотрим на примере Евгения Грицака, Людмилы Павличенко, Эмиру Сейна Чубыша, Алексея Береста и Виктора Нацевича Посчитано, что в составе Красной Армии воевало 6 миллионов украинцев, то есть не менее половины ее состава Кроме того, еще свыше 200 тысяч выходцев из Украины и их потомков находилось в армиях союзников по антигитлеровской коалиции Правда, такие посчиты относительно ЧА являются достаточно условными Дело в том, что накануне войны украинцы жили по оба берега Припяти в Беларуси В переселенческих клиньях, малиновом, желтом, сером, зеленом, в России и Казахстане И они тоже присоединились к боевым действиям, однако уже не как украинцы Кем был, скажите, пожалуйста Рожденный на Кубани командующий Дальневосточным фронтом генерал армии Иосиф Апанасенко Чи снаряженные благодаря лент-лизу дивизии спасли Москву и, наконец, переломили ход событий на Восточном фронте Точка себя сам он считал украинцем С годами число настоящих ветеранов неминуемо уменьшается И каждый год на мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом можно встретить тех представителей ветеранских организаций Которые в лучшем случае были детьми во время Второй мировой А чаще получили звание и награду уже после 1945 года в Азии, Африке и в Латинской Америке Где СССР имел не одну военную авантюру Не говоря уже о сотрудниках МГБНКВД или обычных отставниках преклонного возраста из советской армии Которые тоже любят выйти 9 мая в парадной форме Настоящие же далеко не все дожили даже до подписания акта капитуляции гитлеровской Германии Учеными установлено, что в той бойне средняя продолжительность жизни рядового бойца рабочей крестьянской красной, а затем советской, армии Составляла две недели, старшины – три недели О наскоро мобилизованных черно-свиток здесь вообще лучше не вспоминать У них счет шел на часы и дни Такова была истинная цена сталинской победы Известный киевский писатель и военный писатель, лауреат сталинской премии 1947 года Виктор Некрасов, который жил на улице Крещатик, 15 в пассаже и координировал значительную часть тогдашнего нашегоундерграунду, а потом бежал от преследования во Францию, всю жизнь благодарил судьбу, что был в артиллерии и таким образом имел больше шансов выжить на войне. И, чувствуя себя в чем-то виновным перед миллионами загубленных чужими и своими генералами, пытался через свои произведения передать неприятную правду о войне. Сейчас, когда идет война с путинской Россией, принципиально важно отличать свое от чужого и своих от чужих, поэтому и хотим рассказать о судьбах нескольких украинцев на той войне. Герой на войне и после войны первым стоило бы упомянуть фигуру настоящего духовного великана, невероятно интеллигентного человека, борьба которого за свободу Украины и за собственное выживание является примером не только мужества, но и хорошо продуманных и, в конце концов, успешных действий. Речь о пионерии оздоровительных практиках йоги среди украинцев, переводчика полной иллюстрированной книги йоги и автобиографии йога Евгения Грицака. Но в историю он вошел сначала не этим, а тем, что после смерти Сталина в 27-летнем возрасте поднял знаменитое Норильское восстание. И если бунтом в казахстанском Кенгире руководил неплохо вышкиленный экс-проводник краевой экзекутивы ООН Михаил Сорока, то аналогичную миссию в Заполярье взял на себя обычный голицкий фотограф. Грицак принадлежал к так называемым двойным ветеранам, уникального явления второй половины ХХ века. Речь идет о тех, кто успел повоевать в УПА, организация запрещена в РФ, примечания редакторов, а потом решил не уклоняться от сталинской мобилизации. Бывало и так, что некоторые рядовые офицеры потом снова возвращались к боевикам. В 1949 году награжденного медалями за отвагу и за победу над Германией в Великой Отечественной войне, раненого в боях с вермахтом в Чехии и рядового запаса Грицака привлекли к ответственности за довоенные грехи. Карателям не понравился тот факт, что еще подросткам Геник ходил на молодежные курсы ООН. Организация запрещена в РФ, примечания редакторов, ни больше и ни меньше. В чем-то таком участие не принимал, да и не мог, собственно, как учитывая свой возраст, да и учитывая собственный статус внутри организации. Даже с точки зрения советского законодательства никакого преступления Грицак не поступил. И осуждать его как в 1949, так и вторично, равно через 10 лет, в 1959, уже после Норильска, в Караганде, не было за что. Но осудили. Возможно, в рамках зачистки от патриотически настроенных, ярких личностей. Такое тогда происходило повсеместно. И не только тогда. Варганах поисками необходимых оснований себя сильно не тяготили. События в Норильске описаны Грицаком в доступных в PDF формате мемуарах. В Украину вернулся аж в последний год правления Хрущева. С того времени жил в родном Селестицево. Это посередине пути между черновцами и Ивано-Франковском. Вел себя тихо, спокойно. Особого внимания к себе не привлекал. Любил цветоводство и садоводство. Продолжал заниматься духовным и физическим самосовершенствованием. Отшлифовывал освоенные в заключении навыки йоги и знания английского. Не употреблял миса. Может поэтому и прожил 90 лет. Не стало его в прошлом мае. 309 ликвидированных гитлеровцев джентльмены. Мне 25 лет. На фронте я уже успел уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Заявила майор 25-й стрелковой дивизии, украинка Людмила Павличенко, выступая на созванной женой президента Соединенных Штатов Элиона Роя Рузвельт Ассамблеи молодежи и студентов антифашистских стран. Чем вызвала волну громких аплодисментов, поскольку официальный Вашингтон на тот момент еще не открыл второй фронт, хотя и оказывал СССР посильную материально-техническую помощь. Она победила во всех своих войнах. Как солдат, как дипломат и как женщина. Скажет уже позже госпожа Рузвельт о Людмиле. Побед в ее жизни хватало. Командование официально подтвердило озвученную ею перед заокеанской аудиторией цифру в 309 снятых врагов, включая 33 и 36 вражеских снайперов и полусотню офицеров. Таких выдающихся показателей эта женщина-легенда достигла всего за один год участия в боевых действиях в качестве добровольца, с конца июня 1941 по июль 1942. Тогда она участвовала в боях в Молдавии на юге Украины. После возвращения из США она уже не воевала, а учила слушателей снайперской школы под Москвой. Получила звание майора и звание Героя Советского Союза. Опубликовала воспоминания под названием «Героическая быль». Оборона Севастополя, они экранизированы под названием «Несокрушимая». Как пишет украинско-американское издание «Мост», еще в 40-х годах музыкант в стиле фолк и контри Вуди Гатри посвятил ей свою песню «Мисс Павличенко». Современный московский историк Любовь Виноградова, которую хорошо знает на Западе и которая активно сотрудничает с западными специалистами, и, соответственно, чьи труды не всегда соответствуют установкам советской и российской пропаганды. В книге «Ангела мести» женщина-снайперы Великой Отечественной, 2016, небезосновательно сомневаются во многих устоявшихся представлениях о Павличенко. Прежде всего потому, что распространялись они со слов ее самой, и их трудно проверить из независимых источников. Вместе с тем, автор отдает должные масштабности фигурой военным талантам «Леди Смерть», как называли Павличенко журналисты из стран-союзниц. Среди украинок были десятки и сотни других снайперов. Однако не всех их можно считать героями. После войны кое-кто перешел в категорию преступников. Возьмем, скажем, пример Веры Корнеевны Кабернюк-Зубченко из села Зональная на Алтай. Она относится к числу тех сотен тысяч, если не миллионов, украинцев, которые ушли на фронт из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, а потому украинцами в общем итоге не считались. Деда украинца Веры раскулачили и депортировали к Наримму. Потом эту семью перебросили на Алтай, где уже в 1937-м за связь с немецким шпионом. Дело в том, что их сосед носил фамилию Шмидт, врагом народа стал ее папа. Однако в 1943-м 18-летняя Вера идет воевать и вообще ликвидирует 25 гитлеровцев. Что это? Как можно объяснить ее поступок? Точка не могла отказаться. Не понимала разницы между захватчиками из другого государства и вынужденным прибегнуть к самообороне мирным населением. Под влиянием оголтела и в условиях войны сталинской пропаганды девушка забыла, кем является, чьих она родителей, потеряла здравый смысл. Прописать вас в Крыму не можем. Эмир Усейн Челбаш учился вместе с Аметханом Султаном в Качинской авиашколе под Симферополем. Полковник авиации в отставке, инвалид воины и группы. Командование дважды представляло его фамилию на получение высшей правительственной награды Героя Советского Союза. Однако из-за графы национальность в паспорте дважды получал отказ. Крымским татарам не разрешали быть героями, не позволяли возвращаться домой после депортации. И это несмотря на то, что во время своего пребывания на фронте он совершил 360 боевых вылетов на самолетах и 16 Як-1, Ла-5. Несмотря на 17 сбитых гитлеровских самолетов. Несмотря на участие в воздушных парадах в Москве в 44-45 годах и на то, что он, а не кто-то другой вел в небе над Москвой авиагруппу на параде Победы. После завершения войны испытывал новые модели авиатехники. Учил юных летчиков авиаинженеров в Москве и Киеве. После четырех отказов в возврате в Крым остался жить в украинской столице. Каждый раз получал ответ, да, вы воевали, заслужили, но прописать вас в Крыму не можем. Закон о возвращении в места призыва после освобождения. Я призывался из Керчи, для меня не действовал. Воевать, защищать родину, летать, учить летчиков истребителей. Я имел право, а вернуться на свою родину и доживать остаток жизни на своей земле, где родился, вырос, я не мог, приводит его слова исследователь крымской истории Гульнара Бекирова. В свою алушту полковник смог вернуться только в 2003-м. А в 2005-му году его не стало. Рейхстаг и 10 лет тюрьмы Путин, напомним, заявлял, что россияне одолели бы Третий Рейх и без украинцев, перечеркивая таким образом и достоверные исторические факты, и простые посчеты, и общие достижения антигитлеровской коалиции. Символичным является и то, что красный флаг над зданием немецкого парламента поднимали люди с фамилиями Берест, Контария, Егоров, то есть украинец, грузин и россиянин. И командир 1-го батальона 756-го стрелкового полка 150-й дивизии лейтенант Алексей Прокофьевич Берест Сумщин и был среди них главным. Он входил в состав тех двух род, которые первым ворвались на последние этажи знаменитого здания. И первым на ее крышу забрался тоже Берест. Его же бойцы брали дом шефа ИСС Гиммлера и другие интересные объекты, о чем стоило бы снять целый блокбастер. Кинематографическая оказалась и дальнейшая жизнь Береста, уже после войны. Из-за того, что Жуков презирал украинцев и политруков, Алексей, как на беду, одновременно принадлежал к обеим названным категориям. А Берест и как о том, кто одним из первых поднял красный флаг над Рейхстагом, решили не вспоминать. Контарию и Егорова вспоминали, награждали, а его – нет. Звезду героя не дали. На парад победы не пустили. Еще и посадили по сфальсифицированному делу о присвоении около 6 тысяч рублей. Трагический погиб в 1970-м, когда бросился спасать девочку из железнодорожной колеи. За оружие берутся дети противоречиво является и судьба простого подростка Виктора Нацевича из киевского пригорода Ворзель, того самого, где во время голодомора гибли малолетние воспитанники детского приюта. С одной стороны, вся просоветская партизанская активность жестко координировалась сверху, взрослыми дядями со свидетельствами офицеров НКВД и вчерашними партийными бонзами из райкомов и обкомов, а с другой – краеведы установили, что парень имел в своем подчинении отряд из 10-12 сверстников. Если убрать различные наслоения, имеем картину деятельности стандартного подразделения по сбору разведанных, агитации, похищения и обмена оружия, физического устранения легкодоступных живых целей, уничтожения вражеской коммуникации, инфраструктуры и запасов. Однако достойно внимания и определенного удивления другое, Виктор командовал детьми, в том числе и во время боестолкновений. Почти мифические народные предания приписывают нацовичу и его людям и настоящий бой, датированный 5 ноября 1943 года, когда ими якобы было разгромлено или 100, или 200 власовцев. Поверить в такое изложение событий, согласитесь, трудно. Тем более, что в советскую эпоху, когда всячески превозносились деяния Валий Котика, Любофиченко и других так называемых пионеров-героев, о нацовиче и его победе над двумя ротами РОА предпочитали не говорить. Возможно, потому что тогда пришлось бы поднимать не слишком приятную тему россиян-коллаборантов и их своеобразных деяний в Украине. Еще одной причиной мог быть и сам нацович, точнее его послевоенная биография. Были данные, что он вроде бы устроился оперативником в КГБ, потом перевелся в кадровики, но тогда бы его, действительно, еще более почитали. Однако этого не было. Или вчерашний герой с годами стал опасным для системы? Точка одним словом, есть над чем задуматься. Однако человек такой был. И в нескольких селах и городках на запад от Киева его надолго запомнили. Одна оккупация сменилась, другой сейчас очень интересным является то, как акта капитуляции гитлеровской Германии оценивали в украинском подполье. В подготовленной по этому поводу открытки на скин гитлеровских захватчиков, 1945, делался простой, но вместе с тем важный политический вывод, через миллионные жертвы Сталин торжествует. Правда, бездарно и благодаря чужой помощи он победил. И это его заслуга. Сталин выложил миллионами трупов путь от Сина до Волги, а ненависть народов и в первую очередь украинского народа, отвергла гитлеровских оккупантов, довела их до уничтожения. Следующей же целью провозглашалась усиленная и видоизмененная борьба со Сталинщиной. В пункте 2 раздела 9 брошюра Декларация провода Организации украинских националистов после окончания Второй мировой войны в Европе, 1948, разъяснялась, в. Нам надо беречь и развивать максимум революционных сил до времени очередного решающего момента, г. Нам надо войти в новый, мирный, послевоенный стиль революционной работы и начать действовать на более длинную цель, д. Нам надо быть там, где нарастают очаги революционной борьбы, и их распространять. Борьба за то, чтобы жить в своем государстве, и если убивать и погибать, то за него, продолжалось.